Здравствуйте, ребята! Привет, привет! Меня зовут Света, и я сегодня снова в компании Кости и Юли. Важная информация для тех, кто не смотрел нашу передачу вчера. Мы с ребятами находимся в удивительном месте. Это страна безопасности, где можно научиться правилам поведения, грамотного поведения практически в любой ситуации. И наверняка в многом вы уже слышали от взрослых, от родителей, учителей. Но я думаю, это как раз тот случай, когда можно повториться. Согласны со мной? Да. Отлично. А еще мы не просто учимся безопасности, но и соревнуемся. Сегодня второй день соревнований, и я предлагаю посмотреть, чем закончилась вчерашняя борьба. Вчера у ребят был первый соревновательный день, который, казалось, насыщен событиями и новыми встречами. Ребята, привет! И, конечно, многому их научил. Когда идет резкий дым, надо взять какую-нибудь тряпку, ее обмочить и вот так вот завязать. С минимальным отрывом на одну фишку впереди оказалась Юля. 7, 8, 9, 10, 11! У Кости 11 фишек, у Юли 12! Что принесет второй день соревнований, узнаем прямо сейчас. Итак, пока лидирует Юля, у нее на одну фишку больше, чем у Кости, но выводы делать пока рано. Я вам предлагаю, в общем-то, приступить к нашему первому испытанию нашего сегодняшнего дня. Я буду вам загадывать загадку, но в конце одного слова будет не хватать. И как раз-таки изображение этого слова вы и должны найти на доске. Первая загадка. Слушаем внимательно. Дым столбом поднялся вдруг. Кто не выключил? Побежали. Так, Костя был быстрее, тем более ему чуть-чуть дальше бежать. Так, Костя, молодец, получает фишку. Юлечка, надо быстро так раз. Так, первая загадка разгадана. Вторая загадка. Слушаем внимательно. Стол и шкаф сгорели разом. Кто сушил белье над... Так, Юлечка, первый какой ответ? Кто сушил белье над... Над газом. Над газом. Молодец. Так, Юля, ее заработанная законная фишечка. Один-один. Две загадки разгаданы. Еще у нас в запасе две. Присаживайся и слушай внимательно. Итак, третья загадка. Слушаем. Пламя прыгнуло в листву, что у дома жгли. Кто быстрее? Я быстрее. Я. Даже не знаю, кто быстрее. Я быстрее. Поровну. Но мы вместе. Вы как-то одновременно, мне кажется, Коль. Да. Я предлагаю... Так, во-первых, давайте повторять. Скажем отгадку. Пламя прыгнуло в листву. Что у дома жгли? Так, вы что, хотите сказать, что я вам никому? Листву. Итак, дом загорелся, не стоит зевать. Ребята, скажите, кого вызывать? Ну, кого вызываем? Пожарника. Юлечка. Сейчас вот не только пожарные на тебя обидятся, но и я, потому что я уже в предыдущей передаче говорила вам о том, что правильно людей этой профессии называть... МЧС. Пожарные. Пожарные. Не пожарники, а пожарные. Но в любом случае, Юль, ты справилась быстрее, ты ответила правильно, поэтому тебе фишка. Молодец. Так, и того в этом испытании кто сколько фишек заработал? Я три. Юля три, Костя одну. Впереди пока, Юля, но ты, Костя, не расстраивайся, потому что и сегодня у нас еще будут испытания, еще целых два соревновательных дня. Так что ты так силы собери и поднажми, чтобы догнать Юлю. Договорились? Хорошо, ребятишки. Ребят, вы знаете, что как вести себя при пожарах знают не все дети, но есть люди, которые знают о пожарах практически все. Вчера вы познакомились с одним таким человеком, это инспектор МЧС Мария Александровна, помните? Да. Где она работает? Еще раз. В МЧС. В МЧС, правильно. И она уже готова выйти с нами на связь. Внимание на экран. Ребята, привет. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о том, как правильно себя вести, если случился пожар. А выйти из помещения у вас не получается. Не все знают, но во время пожара опасен не только огонь, но и дым. Мы уже говорили в прошлый раз о том, что надо как можно скорее бежать на улицу. Как вы думаете, что надо делать, если родителей нет, дверь закрыта, а пожар уже начался? Да. Ребята, как вы думаете, что нужно делать в такой ситуации? Родителей нет, а пожар начался? Юль, ну давай, ты первая. Надо, если ты умеешь пользоваться балконом, надо открыть дверь, зайти, покричать, пожар, пожар. Люди тогда прибегут, откроют дверь, тебя потом вытащат, а пожарные потушат пожар. Умничка. И пожарных правильно назвала, и ответ верно дала. Две фишки твои. Кость, у тебя тоже есть возможность высказать еще свое предположение, как вести себя в такой ситуации. Заработать две фишки. Пожалуйста. Можно позвонить пожарным. По какому номеру? 101 или 112. Молодец, Костя, да, это тоже вполне вариант для того, чтобы правильно поступить в этой ситуации. И ты тоже зарабатываешь две фишки. Поздравляю тебя. Поздравляю тебя. Держи. Теперь, ребят, разворачивайте и слушайте Марию Александровну дальше. Сейчас подождите, Костя присядет. Костенька, давай на место. Слушаем внимательно. Запомните, первое, что нужно сделать, это бежать на балкон. А если его нет, то в самую далекую от дыма и огня комнату. Выйдя на балкон или приоткрыв немного окно в комнате, изо всех сил кричите «Пожар!» и зовите на помощь. Если у вас есть телефон, быстро набирайте номер 101 или 112. При этом будьте готовы назвать свой адрес, номер телефона, с которого звоните. Понятно? Понятно, ребят? Да. А на сегодня это все. Я желаю вам успехов и, конечно, победы. Ребят, у меня для вас еще есть последнее испытание. Юлечка, присаживайся, моя девочка. Последнее испытание, контрольные наши вопросы. За каждый правильный ответ две фишки. Это очень хороший конкурс, потому что здесь не одна фишка дается, а две. Костя, ты меня слышишь? Это возможность оторваться, вернее, догнать Юлю. Кто первый будет отвечать? Юля. Хорошо, Юля. Ну, Костя, как джентльмен, ладно, уступим даме, правильно? Первый вопрос. Слушаем внимательно. Две фишки на кону. Можно ли спускаться на лифте, если в какой-нибудь квартире в вашем доме случился пожар? Нет. Нет. Правильно, Юля. Сама царит. Ты внимательно. Ты слышала все, что говорила Мария Александровна. Второй вопрос, Костя, твой. Что надо делать, если в квартире пожар, дверь закрыта и нет балкона? Звонить 101 или 112. А еще? Можно побежать в дальнюю комнату, открыть окно и кричать «пожар, пожар». Умничка, правильно, в окно или в форточку, что уже получится? Костя, у тебя и две фишечки, держи быстренько в коробочку клади. Юлечка, ты готовься слушать следующий вопрос, он для тебя адресуется. По какому номеру нужно звонить в пожарную службу? 101 или можно, как вариант. Или. Запамятала, Костя? 112. 112. Так, правильно, Юля ответила, но может быть не совсем полно, поэтому я предлагаю, да, одну тебе дать фишечку, одну Косте. Это, я думаю, вполне будет справедливо. Держи, Юля, держи, Костя. Быстренько, ребят, подержали. Так, и, Костя, твой вопрос. Что надо обязательно знать и сказать диспетчеру, когда ты звонишь и сообщаешь о пожаре? Что нужно сказать диспетчеру по телефону? Какие данные дать человеку на том... Адрес, квартиру и этаж. Правильно. Молодец, твои две фишки. Смотри, как ты, Костя, хорошо сработал в этом конкурсе. Глядишь, там уже ближе подобрался к Юле. Молодцы, ребята, очень хорошо вы справились с этим заданием. Много чего знаете? Молодцы. Несите коробочки, посмотрим, кто у нас впереди. 4, 5, 6, 7, 8, 9 у Юли. И у Кости сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ребята, вы выровнялись. Сегодня у вас равное количество фишек. У Кости 9 и у Юли 9. По итогам двух конкурсных дней у вас получилось... Какое количество фишек? У Юли получилось 21, а у Кости 20. Совсем маленький отрыв, поэтому я желаю вам успехов. В следующих конкурсных днях. И говорю вам, до свидания, до встречи в стране безопасности. Пока. Одежда для ведущей предоставлена магазином женской одежды «Бурвин», проспект Ленина, 51. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин